здравствуйте друзья это снова канал веселый инженер меня зовут андрей и сегодня у нас вот такая вот вал шестерня до чем интересно примечательно такая шестеренка тем что у нее во первых достаточно много таких вот технологически сложных поверхностей которые мы сегодня рассмотрим а также как вы видите она имеет сквозное отверстие на большую длину сегодня попробуем определиться как же нам все-таки изготовить также хочу на базе этой шестеренки попробовать вам объяснить что же значит постоянство басы как вообще для чего это нужно и что с этим делают технологи на производстве и так давайте же начнем а перед тем как мы начнем не забывайте что у меня есть социальные сети и все ссылочки на них будут сразу же в описании под этим видео переходите вступайте в ряды настоящих технарей и так что мы имеем вал шестерня до сталь 40х все хорошо масса почти 3 и 6 килограмма это замечательно данная шестеренка как мы понимаем до используется где-то передает какое-то вращением но при этом имеет еще и здесь какие-то интересные вот вещи имеют шпоночный паз какое-то отверстие до в радиальном направлении а также резьбу я понимаю что это резьба м56 хорошо что же интересно вам можно отметить в данной шестеренки уже интересно как увидите шероховатость здесь идет 08 и при этом диаметр диаметр плюс 0021 плюс 2 микрона то есть грубо говоря это диаметр у нас в 19 микрон вы должны вписаться это достаточно точно такая вот графика показывает что диаметр 59 идет на длину 80 до соответственно у нас вот эта точная поверхность хорошей шероховатостью это вот этот буртик то есть да вот он идет вот тут скорее всего естественно такой буртик он будет предназначен для установки подшипника то есть сюда какой-то будет устанавливаться подшипник с упором в этот торец вот кстати интересный вопрос да если здесь будет стоять какой-то подшипник то почему здесь шероховатость 32 и нету никаких технических требований последнее время я часто сталкиваюсь чертежами которых отсутствует какие-либо специальные технические требования там биение перпендикулярности многое другое и непонятно что преследует конструктор какие цели при разработке такой шестеренки здесь конический венец мы имеем до прямозубы число зубьев 18 модуль 4 достаточно такая мелкая можно сказать до шестеренка 18 зубьев модуль 4 ну все остальные высота зуба это вся геометрия нам в принципе ни о чем не говорит шестеренка проходит закалку 35 40 единиц тут опять же hb 240 280 не ясно вот из этой шестерни непонятно все-таки вся ли она проходит 35 40 либо какой-то допустим отдельный элемент этой шестерни возможно допустим зубчатый венец до проходит какую-то закалку потому что указаны сразу две твердости не ясно что имел конструктор но я конечно сомневаюсь что это чертеж именно студент какой-то делал но все таки как вы видите здесь есть к чему придраться также изготавливаются такие шестеренки но естественно все просто делается какая-то паковка да кстати ну такая шестеренка на не имеет сильно большие перепады поэтому и можно делать из болванца обычного да то есть обычно паковки хорошо и заходят когда допустим зубчатый венец был бы тут он такой да там где-то вот шел здесь был зубчатый венец большая голова была так называемая тогда конечно с такой болванки делать не будешь потому что ну это протачивать сколько здесь снимать припуска и так далее да а такая шестеренка где минимальные перепады то есть вы смотрите здесь идет восемьдесят два восемьдесят пять а здесь идет сколько здесь у нас 60 да то есть минимальный идет допустим там 53 то есть грубо говоря перепады где-то 15 миллиметров на сторону это до самой вершины зубчатого венца в принципе допускаю что делается из болванки что еще характерно для данного чертежа мы видим шероховатость 1 и 6 микрометра это отверстие да вот это отверстие 35 который идет со шпоночным пазом вот с этим да она проходит шлифование достаточно серьезный вопрос ну конечно может быть не шлифование может быть какой-то извините тонкое точение возможно и такой вариант итак давайте определимся все таки как в какой последовательности мы будем все делать вот это отверстие которое идет у нас отверстие вот это внутреннее да ну и будем говорить что и это отверстие эти отверстия абсолютно не важно когда вы его будете делать то есть вы его можете сделать грубо говоря до термообработки до или после термообработки мужа твердость небольшая я к чему потому что от этого отверстия у нас не завязаны никакие наружные размеры обычно если указаны к примеру база ось да то есть в база ось указана ну допустим а а здесь указаны какие-то биения от этой базы до базы а то конечно надо чтобы поймать ось желательно делать от внутреннего диаметра то есть где то здесь устанавливать какой-то рожим до прожимать но здесь как видите отверстия 32 и плюс перепад отверстий и от внутреннего диаметра делать практически невозможно потому что если делается то древнего диаметра то здесь логично было бы предположить что здесь будет какая-то оправка гладкая правочка эта правка будет вставляться сюда иметь какой-то допустим центр да здесь и здесь ставится центра тут как-то поджиматься тут возможно будет упор упор какой-то сделан на правке тоже сюда здесь будет закручиваться какая-то гайка чтобы зафиксировать деталь то есть вы ставите сюда и опять же очень много погрешности потому что сделать достаточно точно хоть здесь мы и видим что 32 на 2 соточки до всего лишь но все равно такую правку сделать очень сложно если делать а в номинал допустим 32 то представьте всего лишь одна сотка будет зазор вы замучаетесь устанавливать эту деталь на оправку и тогда что же такое постоянство бас давайте сразу коснемся по этой вот детальки постоянство бас это обработка детали от одной и той же базы почему валы хороши они обрабатываются от центров да но здесь тоже можно предположить что здесь вот если сделать фаски до побольше маски побольше то можно с помощью таких вот центров проводить обработку очень даже спокойно да то есть изставляется второй центр такой будет называть грибковый центр вот можно обрабатывать в принципе просверлив отверстия добра проточив вот эти фасочки расточив отверстия в чистовую можно в принципе всю наружную мишуру делать от внутреннего диаметра если возможности нету делать от внутреннего диаметра я всегда вам говорил и буду говорить что надо делать с минимальным количеством установок чем меньше вы деталь отнимаете от станка то есть чем меньше вы ее так сказать скала шматите переставляете в разные от разных поверхностей то тем меньше поверхности в идеале нужно при написании технологического процесса или если вы готовитесь какой-то обработки предусмотреть чтобы максимально поверхностей было охвачено за одну установку чтобы могли сделать практически все если вы делаете все это идеально потому что шестерни будут в шестерни гулю поверхности между собой будут параллельный перпендикулярный будет практически нулевая нулевое биение то есть все параметры которые у нас пугают порой в этих табличках да там всякие там биение да и не там допустим какие-то параллельности круглости соосности все вот это можно выдержать всего лишь применив одну базу и сделав все это за одну установку но здесь конечно у нас не получается лучше получить вот это отверстие диаметром 11 тут все просто ставите деталь специальное приспособление зажимаете сверху до какой-то прижим есть и здесь желательно иметь так сказать кондукторную такую вот кондукторная такая планка да если вы смотрите сверху то есть это будет выглядеть так вот ваша деталь лежит да а вот сверху идет это кондукторная планка в ней имеется кондукторная втулка не очень цвет конечно удачный хорошо кондукторная втулка в которой входят отверстия и естественно вот это расстояние до от упора возле будут упор обязательно от упора до сюда будет составлять сколько правильно 85 миллиметров которые у нас есть 85 миллиметров это нужно для того чтоб в условиях массового производства могли спокойно поставить деталь сразу нас не накинуть эту планку и просверлить отверстие но можно конечно это все делать на координатном каком-то станке но зачем это делать координатчики этого первых высоко квалифицированные кадры и не надо их грузить такой простой работой но если это штучное производство то конечно без вопроса что еще надо знать о постоянстве баз если вас делать делаете вы все примера центра до от 1 2 центра вот вы сделали наружную поверхность сюда вам надо к примеру что-то сделать нарезать зубчатый венец да естественно в центрах вы это делать не будете потому что ну в принципе такой зуб в центрах не режется потому что есть инструмент его выход достаточно большой то есть он должен идти описывать к окружность оправка это будет центра и будет мешаться и не будет ничего у вас получаться то есть вот это вот голова при зубофрезерования такого венца она должна быть так сказать свободно здесь у вся эта поверхность должна быть свободно должен ходить только режущие инструменты и поливаться суш как такая делается смотрите берется упор в этот торец так и вы зажимаете вот за эту поверхность пожалуйста вы за нее зажали дата патрон цанга какая-то до обжала вот эту поверхность и выше скажете да как как же тут же центра были до наша база дело в том как вот постоянство база соблюдается вы от центров сделали эту поверхность значит все что вы будете делать от этой поверхности будет также завязана с вашими центрами и вот это важно понимать то есть вы сделали эту поверхность вот эту поверхность сделали от центров потом допустим зажали за эту поверхность нарезали зуб и уже если примеру поставить на в центра это правочку дамы правочку эту детальку и померить примеру биения а зубу да то естественно ваше биение по зубу она будет равняться нулю ну как нулю естественно нулю не будет равняться ну что есть погрешности вы же будете зажимать от этого диаметра в какой-то оправки оправка имеет свое биение это может быть примеру да ну 200 1 сотой миллиметра обычным но лучше придерживаться такого требования как допустим 6 микрон и вы зажали и у вас поверьте от центров будет практически тоже самое ну это при условии мы отбрасываем что если вы центров сделали плохо да вне в размер или прославили или у вас центра уже и имели биение и здесь получилось биение к примеру уже там три четыре сотки да и вы здесь еще зажали то естественно это биение продолжит постоянство наших ба смотрите вы зажали от центров так центров сделали эту поверхность с биением 300 и соточки раз раз так сделали потом зажали за эту поверхность но она уже бьет по диаметру три сотки соответственно когда вы начинаете подводить сюда режущий инструмент и фрезеровать вот этот вот зубчатый венец то естественно вот эти вот три сотки которые вы и вас есть они перекочуют куда да на ваш зубчатый венец здесь они будут уже уже иметь и сотки относительно либо оси либо вот этой вашей поверхности не принципиально а чего вы будете задавать тут уже важно контроль производить либо от поверхности от которой вы производите зубчатый венец либо контроль производить от оси указывать но с учетом того что вы от оси будете делать эту поверхность тогда вы сможете вот этой оси принципе контролировать и зубчатый венец потому что у вас все базы будут между собой завязаны что касается к примеру вот этих вот так сказать резьбовых поверхностей то они великолепно режутся от центров и никаких вопросов не возникает в принципе да но можете опять же сделать садро потом зажать эту поверхность и нарезать резьбу она тоже будет практически соосно с всей нашей детали что еще важно важно понимать то что здесь у нас есть шлифование вот этого диаметра диаметр очень маленькие и даже 1 . 32 миллиметра на 90 до резец представляете какой будет резец если вас тонкое точение то есть это будет эта пластинка да вот такой маленький резечек он будет щупленький совсем поэтому здесь оставляйте припуск минимальный то есть буквально то может быть десяточки полторы может быть на сторону чтобы он мог за один а лучше за два прохода пройти но учтите что могут возникать определенные вибрации и вот этот размер в 2 сотки вы можете не получить также такую деталь можно к примеру шлифовать на каком-то спецстанке можно делать так как у вас зубчатый венец завязан с оси и вот этот диаметр тоже завязан с оси вы это все делали сначала этот от этого от этого оси делали диаметр потом резали зубчатый венец вы можете сделать такой вот сепаратор да вот такой физический палец несколько пальцев естественно не должны будут стоять вы ставите сюда и здесь зажимаете какими-то кулачками зажали до упора поставили зажали деталь с кулачками то есть кулачки зашлись зафиксировали вашу деталь и спокойно сюда ставите какой-то шлифовальный кружочек до маленьким будет естественно очень маленький вы будете оправочка фортуна там дальше и так далее и уже поступательными движениями шлифуете вашу поверхность и получаете в принципе то качество на которые вы нацелились надеюсь что было понятно про постоянство баз то есть насколько одна база делается относительно другой если непонятно пишите в комментариях будем обсуждать будем пытаться найти какую-то золотую середину на этом я с вами прощаюсь друзья всего вам хорошего хорошего образования удачи во всем пока пока